Ну что, друзья, настал час икс, завтра состоится единый день голосования. В ряде регионов будут избирать где-то губернаторов, где-то региональных депутатов, где-то муниципальных. Почему час икс? Да потому что это голосование может просто стать последним для всех, для нас. Поэтому, ребята, я призываю вас его просто не игнорировать. Это правда может быть последний раз, когда мы чего-то сможем. И вот сейчас по пунктам о тех заблуждениях, которые в общем и в целом присутствуют у наших избирателей, ну, во-первых, нет, я не буду в этом участвовать, это потому что не выборы, это потому что профанация, не буду, не хочу, не пойду. Аргументы за, с моей стороны. Пусть профанация, но пока хоть такие выборы у нас существуют, завтра, повторюсь, может так статься, что вообще никаких не будет. И вы видите, что Единая Россия, что режим пытаются сделать всё, чтобы эти выборы вообще были последними, чтобы выборов как таковых не было в нашей стране. В идеале они бы передавали титул по наследству и всё. Пока же мы хоть немножечко довлияем на что-то. Второй момент. Я не хочу в этом участвовать. А кто тебе сказал, что ты в этом не участвуешь, братишка дорогой? Твоя фамилия есть в избирательных списках, ты уже в этом участвуешь, и этого достаточно. Не хочешь, не ходи, да? Хочешь, иди. Самое главное, что она там есть. И коль скоро твоя фамилия присутствует в избирательных списках, это означает только одно. Да, что оно поможет им там сделать себе процент, причём абсолютно по закону, тот, который им нужен. И если ты не пойдёшь на это голосование, это будет даже проще для действующего режима. Там вот то фуфло, которое вбивают тебе в голову, что им нужна только явка, это придумали пропагандисты. И очень удачно удаётся делать из тебя дурака на протяжении долгих-долгих-долгих лет. Там начиная с 2015-го, наверное, 2016-го года, и по сегодняшний день мы вот такое вот количество избирательных кампаний наблюдали. Одно и то же. Схема одна и та же. Пропагандисты активно зазывают тебя прийти проголосовать. Потом появляется какой-то тролль, либо ноунейм, либо может быть какой-то в лице типа псевдооппозиционера, который говорит, ребята, вы посмотрите. Они нас зовут голосовать, значит им явка нужна, и ты сидишь у тебя в голове вроде. А ведь и правда. В конце концов ты не идёшь. Ребят, так вот это фуфло, вас разводят. Почему им эта явка не важна, привожу пример. Вот сейчас тут, где я нахожусь, откуда я с вами разговариваю, нас в доме находятся 4 человека, я и ещё трое моих близких родственников. Но это с позиции здравого смысла. Нас в доме находятся 4 человека. С позиции закона в доме находятся 100% избирателей. Разницу ощущаете? 4 человека и 100%. Мы все избиратели, потому что. А теперь представьте, мои домочадцы сказали, не, мы не пойдём на выборы, иди один. И я иду один, а они втроём не пошли, потому что они не захотели в этом участвовать. Опять же, с позиции здравого смысла и логики, я вроде как один на выборы-то пришёл, что это за выборы? Но с позиции закона я на них пришёл, значит, а, выборы состоялись, а теперь самое интересное, я пришёл один. Но в процентном соотношении явка избирателей составила 25%, а это уже серьёзная явка. Теперь фокус номер 2. Опять же, никакого мошенничества, всё с точки зрения закона, чистая математика. Я проголосовал за Единую Россию. Считаем голоса, 100% получила Единая Россия на этих выборах. И Памфилова абсолютно честно, в понедельник абсолютно законно скажет, за Единую Россию проголосовала 100% избирателей вот данного дома. И она будет права. Ей невозможно будет возразить, потому что с точки зрения закона, повторюсь, это именно так. И неважно, что голосовал-то я один, а мои трое домочадцев, они против Единой России, они не хотели за неё голосовать, но с точки зрения закона Единую Россию поддержали 100%. Вот в этом и кроется весь фокус, повторюсь, вас долгие годы обманывают, поэтому не сидите дома. Вопрос номер 2, который уже слышу, кто-то там пишет в комментариях, ты веришь в выборы, всё равно посчитают так, как надо. Это опять большое заблуждение, которое вбили вам в голову пропагандисты. Потому что посчитать так, как надо, можно только вот как раз при маленькой явке. Потому что мало кто ходил, вкидывай, что хочешь, у людей даже аргументов нет, чтобы как-то возразить. Но они не были на этих выборах, они туда не ходили, откуда они знают. Сколько народу было, сколько проголосовало. Простите, при высокой явке очень много вбросить не получится. Почему? Потому что это чревато социальным взрывом. И мы вот эту историю наблюдаем сегодня в Беларуси, когда усатый таракан решил похерить мнение большинства людей. И вбросил вот такое количество голосов за себя любимого. Там, если вы помните, на досрочном голосовании якобы 40% избирателей проголосовало, и все за луку. Чем всё закончилось, мы все прекрасно видим. Мы все прекрасно видим. Потому что огромное количество людей пришли и проголосовали против усатого. А когда им показали результаты выборов, 80-20, они обалдели просто и пошли на улицы. Что случилось дальше? А дальше, вот мы наблюдаем все эти события, они привели к тому, что весь цивилизованный мир отказался признавать легитимность вот этих вот выборов. Да, усатый пока там ещё барахтается, пока ещё бодается, он может загонять каких угодно бандитов. Выгонять на улице, избивать свой народ. Но рано или поздно его песенка будет спета, и я думаю, что уже до Нового года ему всё равно придётся отступить. Потому что воевать со всем миром – это нереально. А уж наша власть на это точно никогда не пойдёт. Потому что, ну, одно дело, Лукашенко, который не особо кому-то нужен. Да, и с которым не будут разговаривать мировые лидеры. Да и наплевал он на них. У него есть друг Путин. А вот Путину такой расклад будет очень не кстати. То есть вот такая мощная фальсификация, последующее подавление народных бунтов, которые обязательно случатся, если вдруг они решатся, набраться наглости и поступить, как Лукашенко. Путину просто перекроют кислород, а ему, простите, нефть куда-то продавать надо. Кому он её будет продавать, если откажутся её покупать? Ему оружие кому-то надо толкать. Вы думаете, для кого он парады устраивает? Для нас, что ли, эти салютики? Нет. Это такая рекламная презентация. И так далее, и так далее, и так далее. Он зависим от внешнего мира. Поэтому он на это не пойдёт. Потом, ребят, не верьте этим пропагандистам. Поднимайте свои задницы. Идите и голосуйте. И не знаете за кого. Да вам тут же Навальный. Да многие мои коллеги сто раз объясняли. Найди, зайди в интернет. Вот сейчас, прямо в Яндекс, у тебя есть время. До завтра. Зайди. Там, на это же умное голосование. Они тебе подскажут. Неважно кто. Да, от какой партии этот кандидат. КПРФ, ЛДПР, справедливая Россия. Да хотя джать жопы с ручкой. Ребят, поверьте. Опять же, это большое заблуждение. Это сказка пропагандистов. Что, ну, выберем кого-то от КПРФ, например. Они такие же продажные суки. Ребят, каждый человек, да. Особенно, когда он куда-то пробивается наверх. Ему хочется двигаться дальше. Простой пример Фургал. Который точно так же, да. В Хабаровске шёл техническим кандидатом. Но, когда он выиграл эти выборы. Когда народ за него проголосовал. Ну, взыграло вот это вот чувство, да. Что я хочу большего. А я могу идти дальше. А я могу быть самостоятельным. А зачем я буду марионеткой? У каждого человека есть такая штука, как тщеславие. Особенно у политиков. Поэтому, даже самый марионеточный политик. Ну, если вдруг он выиграет. Причём с серьёзным перевесом. Поверьте мне. Ему не захочется быть марионеткой. И он просто начнёт делать, создавать уже собственное имя. Вне зависимости от партии. От её политики. От каких-то приказов сверху. Просто не сидите уже. Ну, досиделись. Хватит сидеть. Ребята, идите. Идите. Вот в нашем регионе нет выборов. А я бы пошёл. Я каждый раз хожу. Я даже свою 70-летнюю маму туда таскаю. Вам это не сложно. Встать, пойти и проголосовать. Не хотите ходить на митинги. Там, боитесь устраивать какие-то забастовки на своих предприятиях. Но здесь-то вы можете пойти и показать. Надоели. Убирайтесь. Что бы вам ни врали пропагандисты. И никого не слушайте. Слушайте, вот. Как-то так. Всё, пока. Пока.